Привет! Меня зовут Элина и в этом видео я покажу, как сшить такую пижаму из хлопка. Эта пижама у меня четверка, она состоит из топа, хлопковых трусиков две пары и шортиков. Светлые хлопковые трусики с высокой посадкой, а следующие фиолетовые трусики с низкой посадкой. Поэтому в описании к этому видео будет ссылка на топ, на шортики и на хлопковые трусики с высокой и низкой посадкой. Ссылку на разработчика этой выкройки я оставлю в описании к этому видео. Идея и финансовая помощь была от одной из моих подписчиц. Выкройка шорта состоит из передней половинки, задней половинки, топ состоит из половинки полочки, половинки спинки и обтачки. Эти выкройки очень яркие, везде все подписано, склеивать их удобно. Склеивайте и собирайте по такой же инструкции, как инструкция у меня на мои бесплатные выкройки. Выкройка трусиков из переда половинки, спинки половинки и ластовицы. Ткань из группы 100% хлопок из Китая. Теперь это моя любимая группа, потому что там низкие цены и отличное качество. Ссылка будет в описании к этому видео. Выкройка топа и трусов дана уже с припусками на швы, поэтому просто выкройку утяжеляйте грузом и обводите по контуру, ничего добавлять не нужно. Внизу топа заложен припуск на ширину резинки 2 см. Если у вас ширина резинки будет другая, делайте этот припуск равный ширине вашей резинки. Вы можете увидеть, что посадка топа нам не идеальна. Топ он прям идет в обтяжку. Мы решили с разработчиком, что лучше 2 см дать на свободу. Поэтому выкройки, которые я прикреплю, будут плюс 2 см на свободу облегания. Брители я буду делать на завязках. Вы можете делать брители в рамку, можете сделать на резиночке, можете купить готовые. В общем, мне удобно на завязке, потому что сейчас ткань у меня есть, никаких дополнительных материалов у меня нет. Поэтому очень удобно сшить из того, что есть и регулировать так, как вы хотите. Ширина моих бретелей 1 см, поэтому я выкраиваю 4 полоски шириной 3 см и длиной лучше сделать 40 см. Можно и больше. Приступаю к пошиву топа. Первым делом обрабатываем выточки. Берем выкройку, вырезаем выточку на выкройке бумажной. Выкройку прикладываем на деталь полочки и на полочке отмечаем эту выточку. Выточку я еще делю пополам и провожу линию. По этой линии я буду сгибать выточку, чтобы все ровно сошлось у меня. Теперь вдоль линии, которую я отметила посередине выточки, складываем эту выточку и скалываем иголочками. И прокладываем строчку на швейной машинке по контуру этой выточки. Я прошила на швейной машинке и заутюжила выточку наверх. Теперь складываем друг с другом спинку и полочку топа и скалываем иголочками боковые швы. Точно так же скалываем боковые швы у обтачки и сшиваем на верлоке. Боковые швы и обрабатываем вниз у обтачки. Сразу же я сделаю лямки. Первым делом загибаем их вдоль, пополам и утюжим. Теперь нужно прошить на швейной машинке на расстоянии полсантиметра от края. В конце разворачиваем лямку и отстрачиваем. Вот так выглядят только что прошитые лямки. Их необходимо отутюжить и они станут красивые и прямые. На конце лямки лишний припуск и уголок я срезаю и зубочисткой выворачиваю лямку. Когда зубочисткой дойдете до конца, выправите уголок. После этого я отутюжила лямку и вот что получилось. Все четыре лямки готовы и продолжаем собирать дальше топ. После того, как я сшила на верлоке боковые швы, боковые швы у обтачки и обработала вниз у обтачки, все это я отутюжила. И теперь выворачиваем основную часть топа и прикалываем к ней лямки. Прикалываем, конечно же, необработанными концами к топу. А обработанный конец остается болтаться в свободном падении. На выкройке отмечено, где должна находиться лямка. Я сшила сначала по выкройке, но после этого я в пижаме походила и поняла, что мне это неудобно. Лямка начинала спадывать. Поэтому я их потом перешила ближе к середине спины. Вот. Вы оденьте на себя топ и прикиньте, где примерно вам было бы удобно лямку. Конечно, у всех все индивидуально и лучше делать по себе, как удобно вам. После того, как прикололи лямки, на топ прикалываем обтачку. У вас получается, что у обтачки и у топа лицевые стороны идут вовнутрь, то есть друг к другу. Прикалывайте иголочками обтачку к топу. Если у вас, как и у меня, в месте припуска есть лишняя ткань, выровняйте ее по обтачке. И теперь сшиваем обтачку с топом на расстоянии 1 см от края. Перед тем, как выворачивать, на середине лифа я делаю надсечку, чтобы когда мы загибали, ткань не натягивалась. Теперь выворачиваем обтачку эту и утюжим. Топ я отутюжила, померила на себя, завязала лямки нужной длины. И теперь я хочу пристрочить обтачку к топу. Буду делать это на расстоянии 3 см от края. Снова утюжим, и вот что получилось. В предыдущем мастер-классе я говорила, чтобы высчитать длину резинки, меряйте обхват под грудью минус 10 см. Это было неверно, потому что я не учла, что степень растяжимости резинок у всех разная. Поэтому учтите тот факт, что при пришивании она будет растягиваться. Конкретно эту резинку я взяла, мерка, где у меня заканчивается топ, минус 2 см. Потому что эта резинка у меня малорастяжимая. И когда резинка давит, в ней некомфортно. Вот, и могу сказать, что села идеально. Резинка не давит, при этом топ в обтяжку, и в нем очень удобно. И как всегда по схеме резинку стачиваем в кольцо, делим на 4 части резинку, делим на 4 части топ, прикалываем иголочками метка с меткой резинку к топу и стачиваем на верлоке. Резинку растягивайте по всей длине топа, при этом ножом резинку вы не должны повредить. Если вы не можете так, нож отключайте. Резинка пришита, теперь ее надо подогнуть вовнутрь и отстрочить на расстоянии полтора сантиметра от края. Почему полтора? Потому что резинка у меня длиной 2 см. Резинку загибаем вовнутрь и скалываем иголочками. И отстрачиваем резинку на расстоянии полтора сантиметра от края. И вот топ полностью готов. Данные трусики фиолетовые я раскраиваю по выкройке с заниженной посадкой. Выкройка дана с припусками, кроите точно по деталям, не забывайте, ластовицы нужны 2 штуки. Лично мне понравилась посадка больше трусиков с заниженных. Но это все индивидуально, кому-то больше нравится высокая посадка, кому-то низкая. Подберите идеальный вариант для вас. Недавно я видела у Алины мама шила малышу марафон по трусикам. И мне понравилось, как здорово она собирает все детали в ластовицу. Раскладывайте детали точно так же, как их раскладываю я. Теперь на заднюю часть трусиков нужно положить сверху вторую ластовицу. Вторую ластовицу я кладу лицевой стороной вверх, потому что я хочу, чтобы при сшивании у трусиков внутри не было контакта краски с кожей. Поэтому мне нужно, чтобы в итоге краска была внутри. Скалываем иголочками три детали. Ластовица, которая лежит внизу, на ней задняя часть трусиков и на ней ластовица сверху. Вот что получилось. И эту заднюю часть трусиков теперь скатываем в колбаску. А чтобы эта колбаска не развернулась обратно, я еще ее сколола иголочкой между собой. Теперь к этой задней колбаске закручиваем из передней детали трусиков тоже колбаску. Также я ее скалываю иголочками. И эту деталь совмещаю с ластовицей. Верхней ластовицей накрываю эти две колбаски и опять скалываем иголочками три детали. Нижняя ластовица, между ними передняя деталь и сверху верхняя ластовица. Стачиваем на овелоке оба этих шва. Выворачиваем только что прошитое изделие и вот что получилось. Очень здорово. Буквально одним движением полностью ластовица пришита. Я отутюжила только что прошитые швы. Теперь скалываем иголочками боковые швы трусиков и стачиваем на овелоке. Швы отутюжила на сторону спинки и далее я обработаю открытые срезы у трусиков ролевым швом на овелоке. Если у вас нет овелока, вы не можете использовать ролевой шов, используйте частый зигзаг. Как шить таким частым зигзагом на швейной машинке я показывала недавно в ролике. Ссылку оставлю в описании к видео. Все срезы обработали. После этого я отутюжила трусы полностью. И теперь я сделаю разметку для резинки. Резинку буду пришивать на расстоянии полтора сантиметра от края. Поэтому на расстоянии полтора сантиметра от края я проведу линии. Моя резинка шириной 8 миллиметров, достаточно растяжимая, поэтому я брала свой обхват минус 10 сантиметров. Но вы, когда будете отрезать длину, сначала померите на себя, чтобы она вам не давила, чтобы было комфортно. Конечно, при пришите она будет растягиваться, но не так сильно, когда, например, у вас резинка нерастяжимая, а вы 10 сантиметров вычили, будут давить. Поэтому все нужно мерить по себе. Все три резинки стачивайте в кольцо и делите на четыре части. Делите на четыре части сами трусики, вверх и места для ног. И теперь необходимо приколоть резинку к трусикам меткой с меткой вдоль линии, которую мы начертили. Резинку притачаю на швейной машинке ступенчатым зигзагом. Длину и ширину строчки выбираю максимальное значение. Делаем пару стежков и после этого натягиваем резинку по всей длине. Следите, чтобы резинка шла точно вдоль линии, которую вы начертили. Точно так же я прикалываю резинку наверх трусиков, совмещаю метку с меткой, делаю это вдоль линии, которую мы начертили. И точно так же пришиваю ступенчатым зигзагом. Трусики полностью готовы. Вот такая красота получилась. Из метра ткани получилась такая красивая пижама четверка. Как шить шорты я не показываю, потому что я уже много раз это показывала в предыдущих мастер-классах. Единственное, что тут изменилось, я и сделала лампасы. Если вы захотите сделать такие же лампасы, просто отрежьте сбоку сколько вам нужно сантиметров. Ширина моих лампас 5 сантиметров, соответственно вы по бокам от передней и задней части отрезаете полоски по 2,5 сантиметра. Шорты даны без припусков на шов, поэтому детали, которые у вас получились, вы выкраиваете с припусками на швы. И вырезаете полоску шириной 5 сантиметров, а длиной равной длине шорт. И к этой полоске добавляете припуски на швы. Первым делом вы пришиваете лампас к передней части, к задней части. Ну а далее сборка шорт идет стандартно, как я собирала и другие шорты из предыдущих МК. Пижама 4 полностью готова. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. В нем будут появляться новые видео. До скорых встреч!